Прозрачным утром Антенны шептутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери уютней стало Заходи в началь Мы будем вместе листать сначала Старый календарь Огни большого города говорят Антенны шептутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Прикольный мотивчик Прости, я присяду пока Это Брамс Да ты чё? Брамс Брамс Интересно Что-то странно как ты говоришь чё Как говорю, странно? Да А Брамс, Брамс, Брамс А это парень из какой группы? Ну ты чё? Чё? Это же классика Да ты что? Классика Венгерский танец номер пять Венгерский? Да Номер пять? А мы про классику кое-что слышали, да? Представь себе Венгерский танец номер пять Я с этим венгерцем полжизни в ушах прошагал, между прочим Просто сейчас эпоха постмодернизма Слушай, кстати Интересная инструменталка получается Давай напевай Давай, давай И гитара, золото Чё? Хорошо, надо где-нибудь применить Теперь я понимаю, какой ты музыкант Значит, известную мелодию тырешь В смысле тырю? Надежда, я не тырю Я цитирую Ой, да конечно Конечно Кстати, надо накидать Полотенчик оставлю Ой, напахнет-то, а Чего? Пахнет, говорю, у вас вкусно Что готовите? Госбаш А это кавказское блюдо? Так точно Из бараньей грудинки А, вижу, кусочками порезали А дальше что? Ну, дальше заливаешь холодной водой Варишь на медленном огне до полуготовности Потом мясо вынимаешь Поджариваешь на масле А бульон процеживаешь А потом этим бульоном всё заливаешь, да? Верно Но бульон должен быть обязательно горячим Вот, потом добавляешь лук поджаренный Картофель, картофель кубиками Что ещё? Баклажаны Ну и мелкой губами Эти специи так хорошие? Неа Скорее овощи Вот Потом что? Добавляем болгарский перец Варим суп до готовности Но за 15 минут до подачи Обязательно посолить Так Потом Что ещё? Помидоры Нарезанные дольками Вот Ну и самый главный ингредиент Добавить немного чего? Тихо Любви Ага Ну что, сложно? Ну так, непросто Украинские блюда, знаете, гораздо легче запомнить Вот, допустим, буцки Ну, про буцки ты мне потом как-нибудь расскажешь Сейчас всё приготовится Пальчики оближешь Дядь Гурам, а правда, что в тюрьме сидели? А за что? Ну вот чё ты к нему пристаёшь? Ну чё ты к нему пристаёшь? Ну, мутный он какой-то тип Ну, неизвестно, что у неё на уме Да, да мне-то ничего не будет Мне бабушка говорила, что я божий человек Я же зла никому не желаю И беда таких стороной обходит Ну да, нет Бабушка твоя, конечно, она права Но ты Свои-то мозги подключай Значит, не получится Хорошо, хорошо, я понял Да я понял, что заранее В следующий раз за месяц позвоню Андрей Евгеньевич Я Всё прекрасно Ирина цветёт и пахнет Андрюш, я к тебе по делу Ты же у нас большой мастер по культурной программе Я в театр хочу Ну, а чё ты так удивляешься? Что я, совсем дремучий, что ли? Ну, признаюсь, признаюсь Билеты нужны по делу Но срочно Ну, так будут контрамарки? Спасибо, Андрюш Ты молоток Я твой должник Пока А что это мы такие недовольные? Ничего Я полдня перед тобой маячу Думала Внимание обратишь Комплимент сделаешь Ну, прости, дорогая Между прочим, я сразу заметил Просто дела отвлекли Причёска тебе очень едет Как впрочем И всё остальное Смирнов Причёска здесь ни при чём У меня блатье новое Ну, прости, родная А я, главное, вижу, что ты такая свежая Обновлённая Только не понял, почему Ну, ладно Заняли Подпиши А что это? Ну, подпиши, подпиши Снос внутренних перегородок дома? Да, а что тебя удивляет? Мы и так уж от графика отстаём Верно, там же люди И что? Тем более, надо быстрее работать А если несчастный случай? Смирнов Это уже не наша проблема Мы снесём стены Они быстрее уберутся Ну, подпиши Смотри-ка, как тонко Кужуру снимаешь Даже тоньше, чем у моей бабушки Получается А уж она в этом профиль Моя бабушка ещё тоньше чистит Слушай, а ты где учился? Ты консерваторию, наверное, заканчивал, да? Ну, вот ещё время тратить на учёбу Нет Ты что, не учился нигде? Пускай бездарей всякий учится Кому медведь на уху наступил Просто слух идеальный от природы Слушай, у меня тоже слух от природы есть Но я же хочу учиться Ну, разве Учёба не ограняет природный талант человека? Не заставляет его сверкать разными гранями? М-м-м Наизусть Степана цитируешь? Ну, а почему бы нет? Его процитируют не грех Угу Ну, можно, конечно Только я так считаю Если человек музыкант Ну, прям По-настоящему от Бога музыкант То ему хватит какого-то там Экспресс-курса Ну, чтобы втянуться Ну, а всё остальное уже приложится Я так считаю Пять лет штаны просиживают где-то Ерунда Ну, знаешь, я с тобой не согласна Учение — это свет Да, а не учение — потёмки Вот как наша квартира, да? Да Делай, как тебе хочется Тим, ну, оторвись от телека Простите? Угу Всё готово Побудь со мной хотя бы за завтра Сейчас, сейчас, Гуль Это важный матч Наши играют Смотри, острый какой момент Гуль, ты чего? Что с тобой? Тошнит что-то Видимо, съела Что-то не то Странно Я в порядке А мы ели одно и то же Да и чем ты могла дома отравиться? У тебя всегда всё свежее Всё, получше Точно? Угу Подожди, Гуль, а ты в больнице обедала? Да, видимо Видимо, там Чем-то отравилась Ты не переживай Ты садись, ешь И Тим, ну, выключи ты этот телевизор Федеральная служба безопасности Майор Попов Проходите Мишенька Да, да Сколько там на градуснике? Я не замерзну? Нет, там тепло Десять градусов Ты пакеты взял? Зачем? Ну, ну что, ты опять прогулку превращаешь в легкую пробежку по магазину Ну договорились же, эль Ну договорились просто погулять, подышать свежим воздухом Замечательно, и погуляем, и воздухом подышим, и продукты купим заодно Собместим приятное с полезным Ой, Норочка, беда Что? Там какие-то люди из госбезопасности по нашу душу Это из-за митинга Не знаю, ну прямо ничего не говорят Лицца суровые, никаких эмоций не выражают Ну, роботы, а не люди Ничего хорошего нам не светит Ну так, без паники Без паники Причем тут госбезопасность и обычный жилищный конфликт Да нет, здесь что-то не так Ну-ка, пойдемте, Миккина Петровна Пойдемте Сейчас я вернусь Ага Свет, подожди Антон, мне некогда У нас банкет в 12, еще ничего не готово Пожалуйста, у меня для тебя сюрприз Ты давай быстрее говори, пожалуйста Сейчас мне влетит, что ты меня вечно от работы отвлекаешь На концерт хочешь пойти? Нет На Бутмана Я еле билеты достал Антон, я тебя очень прошу Ну, сходи ты с кем-нибудь другим, а? Ну, джаз Бутман, ну что? Антон, во-первых, у меня сейчас не то настроение, чтобы по концертам ходить Это у нас Натяка живет Вот она у нас каждый день по культурным мероприятиям ходит А мне некогда Слушай, а кто это Натяка, а? Я, между прочим, тоже сотрудник ФСБ Бывший Бывших сотрудников нашей конторы не бывает Очень приятно Скажите, пожалуйста, а какой вред для государства Может принести митинг жильцов нашей коммуналки? Давайте вопросы здесь задавать будем мы Они только хотели получить жилье в своем районе С их мотивом мы как раз разбираемся Кстати, я могу помочь Спасибо Михаил Андреевич, вы когда ушли из органов? Десять лет назад А какая разница? Большая Мы, конечно, очень ценим ваш вклад в наше дело Очень уважаем ваш опыт Ну тогда послушайтесь моего совета Сворачивайте этот допрос Здесь врагов государства нет К сожалению, сейчас немножечко другие времена И вы уже не ориентируетесь Что к чему Враги государства в наше время Могут маскироваться под простых Добропорядочных граждан Коммуналки Поверьте мне, я очень хорошо знаю своих соседей Вы были на митинге? Нет Идите отдыхать Мы сами сможем Разобраться, что к чему Здрасте Что происходит? У нас ФСБ Ух ты Вы были на митинге? Да какой там митинг? Может решили привлечь внимание К нашей ситуации То есть вы Меня выслушать не хотите Не мешайте, пожалуйста, работать Разрешите, Митина Петровна Андрей Петрович То есть в 9 часов Вы вместе со всеми Подошли к зданию администрации, так? Ну да, только мы там И двух минут не постояли Нас сразу забрали в милицию Угу Так Кто из соседей предложил провести эту акцию? Да кто? Да я, наверное Угу Хотели связаться с властями Потому что мы писали письма Но результат нулевой Простите, вы не могли бы побыстрее? Меня студенты ждут Я в институте Да, да, конечно Конечно, конечно То есть вы были организатором этого митинга? Ну да, я Нет Вообще-то я к приезжим нормально отношусь Но знаешь, есть такие наглые Вот как эта Надька Они везде влезут со своими шутками и прибаутками Веселушка, наверное, вот и все Угу От недостатка ума И знаешь, ходят вечно всем довольны Вот свою улыбочку вот эту нацепят Как будто с ней никогда ничего плохого не происходит в жизни И ржет над каждой дебильной шуткой От парней, наверное, отбой нет, да? Угу И что только они в ней находят, я не понимаю Ведь она пустышка обыкновенная Да, судя по тому, как ты сейчас описала Явно недалекая, неглубокая девица Господи, я ее вообще, я ее вообще не перевариваю Я с ней в одной квартире даже находиться не могу, понимаешь? И почему парни от нее так млеют? Знаешь, не надо напрягаться Просто расслабляешься в общении и все В смысле, отключаешь мозг? Ты знаешь, а я, кажется, понял, почему ты не идешь со мной на концерт Ты Макса своего одного без присмотра боишься оставить? Как бы не увели Степан Степанович Вы были на митинге? Кто? Вы На каком? На митинге возле здания администрации Это был ли я на митинге возле здания администрации? Так вы же поймите Нарушены священные человеческие права, отраженные в конституции великого государства Власти должны как-то реагировать Они должны все... Гражданин Иванцов Я Отвечайте, пожалуйста, на мой вопрос Был Был на митинге возле здания администрации, потому что я его и организовал Нет, 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 он нигде не был Он нигде не был Замолчи Это я все организовала Это моя идея Милитин, ну зачем? Ну зачем ты лжешь представителям власти? Ну, ведь лозунги рисовал я, запишите Нет, 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 ну что вы Он неправду говорит, что он немножко у нас больной И лозунги рисовала я тоже И держала их И... так что я вас не боюсь А что вы мне сделаете? В дюрьму, что ли, посадите? Надо будет, посадим Ой! Я еще раз повторяю свой вопрос для всех Кто первый предложил пойти на митинг? Я! Я, Степа, я! И что вы сделаете, а? Это что же, в сталинские времена, что ли, вернулись, а? А где же гласность ваша? Демократия гребаная, а? Что? Шаг влево, шаг вправо? Да-да-да-да-да-да! Расстрел? Да не боюсь я вас Да поставь мою чашку, это мой чай Хватит истерить, мать Рассединились тут, раз... Никто вас не боится Ладно, на первый раз предупреждением обойдемся Но если еще одну акцию спланируете Придется принимать серьезные меры Ой, ой, ой Серьезные меры И помните, что теперь вы Все у нас на заметке Да не боимся, мы вас испугали тут Ходят тут всякие Потом ложки пропадают Олег Я тут подумала, может мы могли бы пообедать сегодня И я бы столик заказала Дорогая, боюсь, сегодня не успеем Опоздаю на важную встречу Смирнов Что за встречи такие странные так часто? Я начинаю ревновать Кому? К чиновнику из мэрии? Зачем он тебе? Ну как? Надо уболтать, чтобы выделил площадку под строительство Ага Ну все, побежим Так Площадка Площадка, площадка, площадка Да вроде все улажено Ой Вы даже не представляете, как они нам угрожали Тюрьмой стращали Наглецы А что это вы из комнаты-то не вышли, а? Да я как про комитет услышала Такая слабость навалилась Да, я совсем забыла У вас же любовь-то давняя Да, вы знаете, сразу детство вспомнила Папин арест Просто голова закружилась Так плохо стало У Миши вон тоже давление поднялось А Михаил Андреевича Они даже слушать не захотели Для них вообще авторитетов не существует Господи, всю квартиру перебаламутили И было бы за что Мы ведь Мы ведь только хотели К своей проблеме внимание привлечь Меня вот больше интересует Какая сволочек натравила Вы ведь в администрации-то там И двух минут не были Да, это точно А? А кто-то стукнул Вот арестует нас всех И вот так вот Да ладно, Мелетина Петровна Ну все-таки сейчас другие времена О! Да нет, нет Они просто хотят, чтобы Мы запаниковали и съехали Знаем кто Только шишем Съедем мы Блин Последняя колготка Ну что так На кого ругаешься? Да вот, видишь Как теперь в театр пойду Золушка в современности Не туфельку потеряла Колготки порвала Угу Ничего, зайди в магазин Новый купи Да, с такими условиями Не напасешься Ну смирно попроси Думаешь, поможет? Конечно, поможет И про фейсбешников Расскажи ему еще Угу Беспонтово это Беспонтово? Как мы быстро учим Современный сленг А я, между прочим Все на лету схватываю Ладно, я побежала Мне еще в магазин надо зайти Колготки купить Давай, Андрюш, удачи Надька-то наша На свидание побежала Расфуфыренная вся Да только толку От этих свиданий Пока не видно Смирнов все Надя на просьбу Мимо ушей пропускает Не сработает Ваш план, Мелитина Петровна Да ничего, ничего Если на Смирнова Повлиять не удастся Так пусть ведь Надя Он к столичной культуре Приобщится Ой, не знаю Мне всегда так боязно Когда она К этому монстру идет Да, ты права Он ведь Может воспользоваться Ее молодостью и красотой Да такие люди Как он Они же себя Хозяином жизни ощущают Весь мир им принадлежит Он церемонится Ни с кем Особенно не станет Ну что вы нежничаете Но она уже совершенно летняя Потом у нее характер Она же хохлушка И в обиду себя Не даст Ну что вы Не знаю Не нравится мне эта затея О, и жаловаться некому Главное Да Да что ж такое-то, а Ну Ну где ты Степ, все нормально у тебя? Да вот Пытаешься ему Партнеру по бизнесу Ну Однокласснику дозвониться Так Телефон заблокировал Так, 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 так Что, смылся с деньгами? Да нет, ну что ты Ну не может быть Ну не такой он человек Не такой? А ты хорошо знаешь этого человека-то? Конечно Мы же С детства дружим Одноклассник все-таки Знаешь Он из такой Из бедной семьи Родители пили Часто голодал даже Да Но в жизни Нитки чужой не взял Знаешь, Степ У меня тоже знакомый один был Душа на распашку Стал деньги зарабатывать Спекся Близких друзей придал По-разному бывает По-разному Нет, нет, нет Стас он не такой Не мог он У него однажды зимой Даже куртки теплой не было Мы с ним зашли В магазин одежды Ну, погреться Там народу много Я на него куртку одел И говорю, ты давай, давай Иди к выходу Выходи на улицу Никто ее не заметит И чего, он пошел? Ну Тогда же ворот-то звенящих не было Вот я вот толкаю-то И говорю, давай, давай, иди Как будто вот в этой куртке и пришел И что, вышел? Нет Говорит, у него на лбу будет написано Вор Ну да Такой, наверное, и не мог Кинуть Ну так Я тоже так думаю Наверное, с телефоном что-нибудь Нет, нет Я думаю, что у Нади все получится Откуда такая уверенность? А потому что Она наполовину Хохлушка Так же, как и я А у нас На Украине Мужичками крутят Как хотят Это у нас в крови Если, конечно, хочется А она-то ведь не урод Она Да нет Она очень Красивая По-своему девушка Да Мне, Надя, очень нравится Она статная Потом такая порода В ней чувствуется Конечно Поэтому Смирнова Нужно Потихонечку Потихонечку Аккуратненько Додавить И он Отживочку И проглотит И все получится Ну и что, вы думаете Что им управлять можно будет? О-о-о Да еще как Ну вот Раньше-то Эти Старые-то времена Умные Красивые Женщины Не только Мужиками-то управляли А и правителями Крутили А? Да-да Это Прародительница наша Ева Да Вот она как Адамом-то Закрутила Правильно И еще как Так что Все у нас получится Вот увидите Здравствуйте, Олег Здравствуйте Это вам Ой Точно Я же совсем забыла Надо же актерам цветы подарить Там же Райкин играет А я к нему без цветов Мне удобно Как же здорово Что вы об этом подумали Какой вы предусмотрительный Вы извините Что я опоздала Я в подъезде колготки порвала Ваши люди там Каких-то досок навалили Пришлось в магазин идти Новые покупать Потом Переодеваться Я все понял Значит с меня компенсация За причиненное неудобство Завтра же куплю десяток колготок Нет Нет Что вы Вы просто лучше скажите им Что бы они завалы Перед нашей квартирой разгребли Навалили всего строительного Но совсем жить невозможно А вы переезжайте скорее Прости Пойдем быстрее Мы опаздываем Инга А вы в курсе Хитроумного плана Наших соседей Какого плана? Ну как же Я про племянницу Степана Чтобы она влюбила в себя Смирнова А потом через нее Влиять на него Про это Да Ну да Но мне кажется Что это не получится Это же полный бред Ну почему Мне кажется Что в нашем деле Все средства хороши Инга Ну вы же умная женщина Ну неужели вы не понимаете Что просто подставляете девчонку Смирнов никогда на нее не клюет Ну это извините Всякое бывает Правда? Ну вы поймите Ну у Смирнова другие вкусы В конце концов Другая женщина А вот ей жизнь Сломать он сможет Причем очень легко Ой, ну я не знаю Ну мне кажется Что вы Ну это же просто игра Ах игра Смирнов не любит Таких игр Если он узнает Что вы хотите Из него дурачка сделать Он жестоко Накажет Уж поверьте мне Ну хорошо Я Я конечно Предупрежу Надю и соседей Чтобы они как-то Изменили свой план Уж поговорить Со своей свекровью Это ведь явно Ее гениальная идея Лоботрясы Вы скоро? Что красить будем? Ничего Сегодня займемся Чистописанием Будем на стенах Угрозы писать Какие еще угрозы? Разные А кто придумает Самую страшную И получит премию Не я начальник На такую не договаривались А если вдруг Они в милицию позвонят? А кто от работы откажется Тот и зарплату не получит Убирайтесь пока живее Пойдет? А? Вот Соображает Молодец А ехайте в селе за МКАД А то станете бомжами Отлично Вот и приступаем Нужно доходчиво Объяснить этим упрявым жильцам Что им здесь не жить Ну что Приступаем Ох ты уже пришла Сейчас будем ужинать Митина Петровна Надо прекратить этот спектакль Какой еще спектакль? Ты о чем? Не надо Наде близко общаться со Смирновым Ну сейчас мне Гурам сказал, что Он опасный человек и вообще Девочка не в его вкусе Откуда он знает про его вкусы? Значит знает И вообще считаю, что это правильно Ну что это вообще как-то авантюрой попахивает Детский сад какой-то Это Гурам тебе сказал? Да что он понимает? Понимает, не понимает Он просто не хочет Наде неприятностей Да вряд ли он Вообще Думает об этой хохлушке Я вообще Не понимаю За нас он Или против Ну как? Ну конечно за нас Ну кто вас из КПЗ-то вытащил? Да он может специально Завоевывает наше доверие А сам на стороне Смирнова И Надьку он отговаривает все время А? И вообще он темная лошадка В этой партии Буля, что с тобой? Да тошнит что-то Уже не первый день А ты к врачу-то ходила? Ой, да ходила Говорит, все в порядке Слышь, подруга А ты часом не беременна? Да похоже на то Симур-то сказала? Нет Пока не хочу Я же не знаю точно Так в чем проблема? Купи ДС Две минуты И все узнаешь Ладно Все в порядке А вы не волнуйтесь Мы вам сейчас перевязку сделаем Ой, нет Не могу Знаешь, ты лучше в сестринскую идти Я сама все сделаю А то еще тебе откачивать придется Ты что такой грустный, Степа? Да что ты мне Не фартит в последнее время Удача изменила Томка ушла Другу деньги дал Тот тоже исчез В неизвестном направлении Ты держись Не расклеивайся Не расклеивайся Я вот тоже На взводе Из-за делочек Из-за нашей То одно, то другое Ох, Степ Ох, сервусь я на них Да ладно Че эти Вода Свет Эти мелочи на меня не влияют Мелочи, мелочи Конечно, мелочи, Степ Но знаешь, как Мелочи Помыться нормально нельзя Мелочи Эх, Михаил Андреевич Помыться Не хватает тепла и света В личной жизни О, какая песня, Степ Ты смотри Не запей Это предложение? Нет Это отеческое предупреждение, Степ Жаль Жаль Выпить хочется Терпи Че-то очень хочется Не думал я Что так буду скучать Без Тамары Алло Привет, Эф Как дела? Как там мой Степа? Страдает? Привет, привет А я у тебя здесь что? Засланный шпион? Да я ж тут не заметила я, что он страдает Как обычно Бодрый, веселый Веселый, говоришь? Странно Да ничего странного Просто Степан у нас Кремень Он все трудности переживает С улыбкой на лице Он еще улыбается Угу Улыбается, улыбается, Том И шутит Знаешь что? Если тебя, конечно, интересует мое мнение Мне кажется, что в этом конфликте виновата ты сама Если ты хочешь удержать мужика Ну не ставь ты перед ним задач Который он не в состоянии выполнить Да что он не в состоянии выполнить-то? Относиться ко мне с уважением и считаться своими желаниями? Прекращай Уважение к тебе здесь абсолютно ни при чем Ну сама подумай Ты хотела, чтобы он выгнал на улицу свою родственницу Которой, между прочим, в этом городе совершенно негде жить Скажите, пожалуйста, какие нежности? Пусть снимает комнату Или уезжает домой И возвращается к экзаменам Нету Это его родной и близкий человек Но не может он ей отказать Ты это понимаешь или нет? Для него это святое А в этих вопросах, Степан, кремень Ну, вот пусть этот кремень Один и кукует Ладно, все, пока, подруга Пока Ты далеко не собралась Ах, я хочу прогуляться перед сном, Андрюш А, ну смотри, я оденусь потеплее Там холодно Да нет, Михаил Андреевич, вы не переживайте за меня Горе водки топить не намерен Ну, хватит, сколько можно Проходили уже А может мне опять попробовать Помириться с ней, а? Степ Ну, не суетись ты Не пари горячку Я не понимаю Ну, почему Почему она не хочет Пойти мне навстречу Почему она не хочет Войти в мое положение Ну, я же для нее Ну, все стараюсь Степ, я тебе объясню Она женщина властная Ты, Степа, тоже Ей не уступаешь Как? Уступаю, я уступаю Нет, ну, в чем могу, уступаю Нет, ну, а с Надей Я как только Подумаю о том, что попрошу ее уйти Да и Как? Я даже подумать так не могу Я тебе говорю, ты Не пари горячку Ты Не суетись Ты как актер-то Вот Возьми паузу И держи ее Ты успокоишься Томка твоя успокоится Вот потом все Вместе Спокойно И решите Ну, да, да Мудрые они говорят Истина Приходит в тишине О, видишь, я Мудрый, Степа Ну, да Вот А потом, знаешь, сгоряча-то решать Это вон Томка сгоряча взяла Ушла А уйти Легко, Степа Вернуться Трудно Андрюша, вы у нас сегодня герой Да Первым отразили психологическую атаку Мне Мелитина Петровна рассказывала Как вы там мужественно держались Да, ерунда Это все Эти ФСБшники, по-моему Чего не собирались сделать Они только Только пыжились Я тоже так думаю Что если бы уж хотели арестовать Так сначала бы арестовали А потом допрашивали Да, конечно А так, по-моему, только пугали Господи Я вообще сомневаюсь Из ФСБ ли они Сейчас такое удостоверение Можно в любом переходе купить Слушай, очень может быть Ведь от этого Смирнова Вообще любого спектакля Можно ожидать Норм Меня На самом деле Другое беспокоит Понимаете С эликсиром Все идет Как-то не так А что такое? Ну, я надеюсь Наши мышки живы-здоровы? Да Как им сказать Начали они Болеть Вместо того, чтобы Молодеть Странно Ну, отца вроде таких случаев не было Хотя Хотя кто знает Что там в лаборатории происходило Я же В общем, ребенком была Мне же никто не докладывал Ну да А чем они болеют? Да я сначала думал Ты пошел процесс омоложения А потом ближу нет В общем, стала шерсть выпадать Еще кое-какие изменения Шерсть? А зубы? Зубы на месте Ладно, Нур Что-то я, по-моему, заболтал вас Михаил Ильич говорил, что у вас сердце плохо было Да ну ерунда Господи, поколола просто немножко Понервничала А вообще, как себя чувствуете? Замечательно Андреевич, я совершенно здорова Хоть сейчас лебединое озеро танцевать Ну, слава богу Значит, эликсир начинает действовать Да, жаль На такую старуху никуда смотреть не захочет Ну ладно Пойду посмотрю, как Эва пришла или нет Ну что ты молчишь-то? А? Выкладывай Как встреча-то прошла? Настоящий актер Должен иметь держать паузу Но считай, что ты Выдержала Паузу Своё мастерство показала Ну И как прошёл спектакль? Потрясающе Мы сидели на первом ряду И всё видели А какая игра актёров Такие пластичные все Супер Да? А как назывался спектакль? А назывался спектакль Синьор Теодора Хозяин Там Райкин старика играл Я ему даже огромный букет подарила Ух ты Ну, Смертнову-то спектакль понравился? Ну, не знаю Он под конец уснул Так неудобно было Пришлось его в бок толкать Чтоб проснулся Ну, хорошо, хорошо Но ты с ним говорила О наших делах-то, а? Ну, когда эта осада-то закончится? Говорила на обратном пути Сказала ему про законы Про митинги И что бороться будем До конца стоять Ну, а он? А он Усмехнулся И сказал Не советую Ух ты И все? Ну, и все Вот гад, да? Гад Еще усмехается Да А целоваться, лез? Да Ну, Елена Петровна Ну, чего вы такое говорите? Ну, кто бы ему позволил Ой, хватит Целоваться Ой, что-то не похоже Чтоб Надя ему понравилась Ну, что ты говоришь Конечно, понравилась Билеты он в театр взял Ну, что ты? Ну, а может он Вину свою заглаживает За то, что сбил Да, ну, что ты Вину один раз заглаживает Что он Он Пацан, что ли? А это только они На третий день Целоваться лезут А он нет Он хочет Впечатление произвести Понимаешь, на него хорошее Ага, ага, ага Вот Произвел впечатление Уже Больше некуда А что? Нет, нет Тебе надо Продолжать Да, 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 да Надо Знаешь Прощупать его Слабые места И тогда у нас Все получится Продолжай, Надюшка Чего кричите, дамочка? Так можно окочуриться Так напугали Субтитры подогнал «Симон» Голя Я за тобой Привет, радостная Привет У меня был такой тяжелый день Сразу три зачета А не сдал? Ну как не сдал? Я же зубрил, как проклятый Конечно сдал По теории нефтепереработки Вообще отлично получил Я... Ой, а молодец А тогда Почему тяжелый? Ну ты же знаешь Все время на нервах Придраться-то к чему угодно можно Гуль, я голодный, как животное У тебя закончилась смена? Пойдем домой Гуль Ты что такая странная? Случилось что? Ой, да нет Не обращай внимания Устала просто И да, я тоже проголодалась Ты подожди меня Я сейчас переоденусь, ладно? Давай Эва говорит Они специально эту свечу оставили Боялись, что мы угроз их не увидим Да-да-да Налюбовались уж мы этим творчеством Скажу я, чтобы как Стемнеет из дома не ногой Не дай бог Да ладно Ну что они нам сделают? Ой, да что угодно Вот дождутся, когда наших мужчин дома не будет Дверь вон взломают Ну что вы говорите? Ну что вы в самом деле? Да ладно Вряд ли рабочие на такой криминал пойдут Рабочие, может, и не пойдут А вот тот, кто за ними стоит Смирнов этот Вот это точно Это точно У него, может быть, большие деньги из-за этого летят И сделки Такие люди способны на все Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова